Добрый день, уважаемые друзья! Вы на канале Андрей про безопасность и в эфире еженедельная аналитическая программа. Итак, чем запомнилась неделя? Рассмотрим основные события и выслушаем лучшие мнения экспертов. Основное событие – это итоги саммита БРИК в Казани, потому что это событие отлично показало, как все будет развиваться дальше. Медленно, не без хаоса, но в целом предсказуемо. Прилетел на саммит сам Гутерриш, и что же он там услышал? Какой мир устраивает БРИК, новый банк развития, который успел профинансировать десятки проектов, зерновая биржа, платежные системы в национальных валютах, хотя и есть проблемы, но есть уже работающие варианты. Огромное количество желающих стать членами БРИК, которые для начала вошли в список партнеров. Это событие – мнение. Предлагаю прислушаться к интересному мнению профессора Истафева о ситуации на Ближнем Востоке и Восточной Европе и, наконец, мнению полковника внешней разведки Андрея Девятого о духовности и о том, какие же выводы сделал Китай о причинах развала Советского Союза. Итак, поехали! Я вам так скажу. Ну, во-первых, Америка – это страна, где никто не хочет быть крайним. Америка – это вообще политическая культура, где всегда крайних назначают, и кто-то обязательно садится. Даже вон по Иран, Контор, все понимали, что, ну, это большая государственная политика. И то больших людей притянули в тюрьму. Там же не только Оливер Норк под суд пошел. Как слушал я его публичное выступление, он вообще не понял, что его подстали. Финансовый кризис, ну, он у нас называется, 2008-2007-2009 год, назначили крайних. Все понимают, что за Украину крайних назначат. Ну, просто у них это так все устроено. И никто этим крайним быть не хочет. Потому что наворовали там, уж извините меня за это, ну, называется, упрощение коммуникации, но наворовали там столько, что скрыть это в бумагах уже невозможно. Что невозможно списать на то, что, значит, русские всю эту, значит, всю технику уничтожили. Да, вот эту вот знаменитую сцену из «Кавказской пленницы», две бутылки, нет, три бутылки вина выбросила в Кавказ. Да, это не получится. Ну, а вот понимаете, мы все думали, что это энциклопедия советской жизни. Неожиданно, через там 40-50 лет, это стало энциклопедией американской жизни, потому что, ну, в действительности, товарищ Саахов и Джозеф Робинет Байден-младший, это две такие, знаете, трагические фигуры, очень в действительности похожие. Ну, и так далее. Там удивительно, как США повторили путь Советского Союза даже в юмористическом изложении. Это просто, это паразит. Но все понимают, поэтому никто не хочет. Знаете, кто самый оказался умный, кто прикидывается сумасшедший? Это блинки. Вот сейчас труднее всего привязать к вот этим всем украинским делам в госпитале. А кто остался на трубе? Остался на трубе войск, про который все и так знали, что это коррупционер. И у него до, что называется, нынешнего поста, там много в биографии очень, поэтому его не жалко никому. Остался на трубе Салева, особенно с учетом того, что он его еще крайне не сделает по Ближнему Востоку, где он наговорил очень не вовремя много лишнего. Ну и так далее. Вот то, что сейчас происходит в США все. Ключевая фраза, которую никто недооценил, вернее, это ключевая фраза, которую все недооценили, это была у Камала Харрис. Что, да, типа я была вице-президент у Джо Байдена, но сейчас мы переворачиваем страницу. Она перевернет. Таких страниц перевернуло в своей жизни очень многое. И ей перевернуть страницу и сделать вид, что она к этому ничего не имела отношения, легко. И все понимают, что даже если победит Камала Харрис, то крайние все равно будут назначены. Что за коррупция, что кто потерял Украину и так далее. Поэтому все, что там сейчас происходит, это вот это классическое американское спехачество. А дальше, а дальше начинаются два момента. Это кто будет главным в политическом плане со стороны европейцев, на кого вот это все повесит. И тут, конечно, вариантов нет, это будет Макрон. И кто будет вот этот банкет оплачивать. И вот здесь еще идет дискуссия. Потому что я так понял, что Олов, Шольц и вот это вот люди, которые за ним стоят, они оплачивать этот банкет не собираются. А вот те, кто стоит за Мерцем, готовы попробовать, ему могут дать разрешение на удары, но количество ракет, количество боевых средств, которые для этого будут пригодны, будет минимальным. А нам потом во внутренней какой-то коммуникации тайно скажут, ну вы же понимаете, что мы не могли ему полностью отказать. И вот, ну это всего там 10-12 ракет, вы же и собьете все. Поэтому я думаю, что там сейчас будут разного рода исключения, вот то, что мы называем на обычном языке финтыша. Потому что просто отказать Зеленскому сейчас, не дав никакой вот никакой сладкой конфетки, это означает подорвать устойчивость киевского режима до степени, которую потом не остановить даже. Надо понимать, что, чтобы не рассказывали киевские пропагандисты, ситуация на фронте для американцев, особенно эта открытая книга, они все понимают. Они абсолютно четко читают, что там происходит. Иллюзии относительно реальной степени устойчивости ВСУ и вот этих всех прочих отрядов на левобережье у них нет. У них есть иллюзии относительно того, что можно будет там зацепиться где-то направо бережью. Вот это и есть, и это прям читается по экспертным комментариям. Напомню, что ровно так же американцы, правда и по целому ряду причин полностью отыграть эту тему не получилось, но ровно так же американцы пытались разыграть историю с Зеленским по этому пресловутому контрнаступу 2023 года. Милчик, у тебя все было, но ты же сам решил, да, и там начинаются вот такие объяснения, которые там любой военный специалист с ухмылкой, особенно знающий, кто реально планирует боевые действия на Украине, так сказать, с ухмылкой все читали. Ты же сам решил наступать не по двум направлениям, а по трём, по расходящимся, а не по сходящимся. Ну и там разного рода ерунда выдавалась, но тем не менее они эту игру уже с ним отыграли. Главная проблема в том, что они не поняли, что с ним начинают играть второй раз. Ну, во-первых, скорее всего, это, конечно, не вооруженные силы Корейской Народной Демократической Республики, возможно, это будут добровольцы. Во-вторых, ну, у меня, конечно, извините, не заметить крупный контингент северокорейских военных на фронте, да, и пытаться уже, наверное, нарисно сказать дней 10 выдавать наших ребят из Бурятии и Калмыкии за северных корейцев, это иногда бывает очень смешно. Но, а, собственно, в чём проблема-то между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой? Существует тот большой договор, да, в котором есть и разного рода положения военной поддержки, да? А вы меня извините в многостороннюю гибридную и субпрямую, уже это, конечно, не гибридная война, надо придумывать какой-то термин, который бы обозначал вот эту верхнюю фазу гибридной войны, когда фактически уже идёт прямое столкновение, но оно как бы не обозначается. Ну, какая Корейская Народная Демократическая Республика Прокси? Прокси – это Польша, Прокси – это Чехия, а ядерная держава, коей является КНДР, ну, так, между прочим, государство, которое само строит подводные лодки и запускает спутники в космос, ну, это Прокси, оно просто по определению быть не может, это просто, знаете, как бы сказал на моём месте, о, шольц смехотворный, да? Но никаких юридических противоречий я не вижу. Если есть политическое решение и готовность, да, некоторого количества североколийских граждан помочь нам, ну, опять же, в легальном пространстве, это же не какие-то наёмники, отпускники, как это делает Запад, там, люди, которых фиктивно западно задним числом, они уже убиты, а их только увольняют со службы в некоторых армиях стран НАТО, если это есть. А потом, знаете, а я вот посмотрел сцену, когда в КНДР добровольцы записывают. А вот, вы знаете, это не срежиссируют, это под палками такое не надо, это, знаете, за градоотрядами тоже вот такое не делается. И, вы знаете, так это производит впечатление. И если у России вот такой союзник, то, значит, мы чего-то стоим. Здесь у нас есть такие союзники, как Беларусь и КНДР, а у нас именно с Беларусь и КНДР, именно союзническое отношение, отношение военностей. Да, и Беларусь находится под российским ядерным зонем, обладая, между прочим, значительными полномочиями принятия решений по применению. И корейский народно-демократическая республика ездит сюда с стратегическим потенциалом. Ну, значит, Россия не зря прожила последние пару десятков лет. Ну, это вот я так вот могу делать вкратце на это ответ. Только заключите сперва с Украиной договор о стратегическом партнерстве. Можете прямо скопипасть с российской КНДР. Вот такой договор заключить. Ратифицируйте ее. И тогда, да нет вопросов, заходите, ждем-с. Но вот эта история с якобы присутствующими северокорейскими военными, она вскрывает всю гнилостность позиции Запада. То есть они попользовались и украинским народом, и украинскими военными теми же самыми. Да, я сейчас не хочу там произносить слово «болвайны». Не так-то много оболвайных. Люди знали, за что они шли убивать на Донбасс и так далее. Не надо из них ангелов заблудшить. Вот это неправильно. Но они хотели держать серые зоны, когда они воюют, а Запад не берет никаких обязательств. И как только возникнет вопрос о каких-то взаимных обязательствах, все же впусты и сразу. Вот в этом все и дело. А Россия, по крайней мере, при всех сложностях нашей политики и так далее, Россия абсолютно формально, юридически прошла весь путь в партнерстве с Белоруссией. И Беларусь прошла весь путь. И то же самое произошло в отношении с КНД. Ну и давайте посмотрим, как далеко в формализации военно-политического союза Украины и НАТО готовы пройти НАТО. Вот то, что США дальше какого-нибудь документа, который не стоит ничего, даже бумаги не стоит, на котором он напечатан, не пройдут, это я вам гарантирую. А Запад хочет, вот сила и одновременно слабость Запада в том, что он хочет действовать в серой зоне. Не в черной. Черный для Запада опасен. Вот он пытался, Запад действовать в черной зоне на Ближнем Востоке, вот когда это были запрещенные экстремистские организации, ИГИЛ там и так далее и тому подобное. Это же Запад действовал в черной зоне. Ничего не получилось, потом пришлось выковыривать свои же прокси, огромной ценой. Запад хочет действовать в серой зоне. Что предлагает Россия, причем в последовании? Выйти из тени. Ну давайте, давайте все выйдем из тени. Давайте скажем, вот у нас такие обязательства перейти. И уже будем на основании легально обозначенных обязательств о чем-то договорить. С этих вопросов мы начинали с плана победы Зеленского. А вот здесь у нас есть публичное, а к нему есть приложения, они как бы секретные. А к приложениям секретным есть еще сверхсекретные и так далее. Вот эта матрешка теневой политики, это питательная среда, в которой существует Запад. И задача, как это раньше говорилось, буду моим молодцем, прогрессивно к человечеству, вот этот Запад из вот этой тени выносить. И потом выяснится, когда Запад выйдет из этой тени, выяснится, что все вообще не так. Вот, например, в Соединенных Штатах абсолютно базовая предпосылка в ядерной стратегии, это прямо записано, неопределенность момента ответа. Когда применяется ядерная, Россия всегда выступала за максимальную ясность. И в том числе, даже в последних изменениях в ядерной стратегии России, которые были анонсированы, там же тоже очень четко прописан, когда, против кого и так далее. И вот эта вот неясность, а мы здесь, это же американцы сами говорили, мы сдерживаем, мы основываем свою ядерную сдерживание на принципе неопределенность. А мы говорим, а мы основываем свою ядерную сдерживание на принципе определенность. Я говорю, мы вам не верим. Вот это вот из серии столкновения двух миров. Но это столкновение мира, легальность, какая бы она может нравиться, она может не нравиться. Но мирополитическая легальность и серого мира, ну такого, я бы сказал, мира такого, ну, это нельзя назвать нелегальной, но мира юридической неопределенности. Потому что, ну, все говорят, там пятая статья НАТО, а четвертую кто-то читал, а седьмую. А там много чего интересного. И когда вы прочтете устав Североатлантического альянса, не выборочно, как вам было предлагать, вообще это и весь, да, вы с удивлением обнаружите, что, собственно, таких твердых военно-политических обязательств Североатлантического альянса перед друг другом довольно мало. И сильно не те, про которые все расскажут в рекламных клетках. Ну, а этот выход из тени опасен, прежде всего, для Запада. Потому что придется четко предъявить свои полномочия, свои готовности. Ну, здесь вот дурацкий вопрос задан. А у кого сейчас в Америке коды доступа отлить на ворот? И все. Я могу сказать, ну, зачем? Вот вам, американец, сейчас бы, если бы это задали там действительно серьезному человеку, не пропагандистому, он сказал, ну, зачем ты создаешь неприличные вещи? У нас все это контролирует председатель комитета начальников штабов, и он не допустит ничего. Вы следующий неприличный вопрос задаете. А президент? И тут вам говорят, ну, ладно, давай еще по чайку там, что-то не туда пошел разговор. А нам надо, чтобы разговор пошел туда. Потому что если о чем-то договариваться с Западом, во-первых, надо понимать, с кем там договариваться. И потом выяснится, если их вынет из тени, выяснится, что договариваться придется не совсем не с теми людьми, которые у них на официальных сайтах висят. А во-вторых, нам надо понимать систему принятия решений в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, во Франции. Например, никто вообще, даже специалисты, не могут ответить на вопрос о системе принятия решений сейчас в Великобритании. А это, между прочим, ядерное государство с огромным потенциалом географического проецирования силы по всему миру. Вот это просто простейший вопрос. Нам надо всем вместе, я еще раз говорю, прогрессивным человечеством, человечеством, которое хочет жить и не умереть, по большому счету, ну, скажем так, жить, а не умереть и не вымереть, в рамках консенсуса Клаус-Шлаба, нам нужно вытянуть Запад из тени. И хотя бы понять, с кем мы там имеем дело. Потому что на сегодняшний момент мы до конца не понимаем. Политика США не будет зависеть от имени президента Соединенных Штатов, если оно будет не пари. При любом другом президенте, который не является Джозефом Робинатом Байденом, который перерос, он, мы все говорили, коллективный Байден, а сейчас нет такого коллективного Байдена, он разбирался, не с семейным Байденом. Да, вот если это будет не семейный Байден, то любой другой президент Соединенных Штатов, Трамп, Харрис, Лэнс, ну, вице-президент там, я думаю, там все будет очень печально, с вице-президентом Уолсом, там, у Харриса, я не уверен, что он вообще долго про вице-президентствует, но это другой вопрос. На любой президент Соединенных Штатов он будет так или иначе присутствовать в США, сворачивая. Да, у Соединенных Штатов другие приоритеты. Дальше начинается огромная неопределенность по всем остальным вопросам. И главное, это неопределенность, а когда появится в Соединенных Штатах на Улыбке. Точно, совершенно можно говорить о том, что там 7 ноября он не появится. Появится ли новый президент, ну, по идее, в декабре должны быть устаканены все процедуры. Появится ли этот новый президент в начале января, или процедура переутверждения будет пролонгирована за счет судебных исков и так далее и тому подобное, мы не знаем. Но вот здесь нюансы, которым я очень хотел бы, чтобы мы задумались. На период, начиная, вот можно сказать, вот со следующего понедельника, когда уже будет финальная фаза предвыборной кампании США, до, скажем так, начала января, самое раннее, семейный Байден приобретет колоссальную свободу рук. Он никому не должен будет ничего. Не отчитываться, не нести ответственность. Семейный Байден приобретает возможность осуществить любую авантюру, принять любое решение, потому что никакой власти, реальной, другой, которая могла бы его контролировать, нет. А процедура перехода власти была разрушена еще в прошлый раз, когда Дональд Трамп отказался признать свое поражение и пойти вот на воспроизводство в традиционно имевшей место процедуру постепенной передачи власти. Вот это самый опасный момент в системе международных отношений. А вот дальше будет дальше. И дальше я вот здесь хотел бы поставить точку, потому что дальше никто ничего особо предсказать не может. На сегодняшний день невозможно определить даже то, кто сейчас у них летит. Настолько там все запуталось, что решить исход выборов может любая случайность. Я, кстати, ожидаю массированного вброса компромата по полной программе. Я ожидаю очень... Вот последние, скажем, 10 дней, может быть, 2 недели будут одними из самых грязных в политическом плане выборов. Вот этого я ожидаю. Но выборы действительно пошли в стадию полной непредсказуемости. А главное, сломана вся процедура фиксации результатов. Вот этого больше ничего нет. Будет очень большой тест американскому глубинному государству, который либо проявит здравый смысл, и вот это все похоронит, вот это вот все разборки, либо оно останется, как оно сейчас находится, в состоянии внутреннего раскола, и мы увидим, вернее так, мы увидим, что называется, все в телевизоре, а вот американцы увидят очень интересные сцены, таких, действительно, ну, я бы сказал, такой политической борьбы. Кстати, хотел бы обратить внимание, что на момент выборов про оглашение результата... Лауреат Нобелевской премии по экономике. Он давным-давно сказал, ни одна экономическая теория Запада не может объяснить то, что происходит в Китае. Ни одна экономическая теория Запада не может объяснить то, что происходит в Китае. Это все-таки не я говорю, а Нобелевский лауреат. А наши замечательные, значит, эти экономисты, значит, всякие прочие умники, рассказывают, ну, сейчас вот китайцы вот лопнут, рухнут, и коммунистическая партия у них развается. А, значит, что делают, значит, китайские умники? Они выявили, почему развалился Советский Союз, и почему, собственно говоря, КПСС, значит, не состоялся, ну, так сказать, сдал оппозиции, почему, собственно говоря, значит, такой нехороший эффект, значит, со строительством коммунизма произошел. Ну, вот то, что объявляли на 22-м съезде, почему ничего не получилось-то? А, потому что, значит, забыли волю неба. И тут они, собственно говоря, ищут, значит, как восстановить утраченное Д, вот эту благодать духа. А дух разделяется на святой дух, и дух победы, или боевой дух. Это разный дух. И, значит, пока что китайцы, так сказать, говоря о духе Китая, значит, они стяжают дух победы, боевой дух, а не святой дух. Почему? Потому что для того, чтобы стяжать святой дух, значит, они точно знают, что сначала надо укорениться, сделать, так сказать, мощное заземление, а решить задачи, так сказать, материального плана, потом создать среду, значит, среду, только проводящую среду, то есть вот эту энергию жизни. Значит, а это все социализм, китайская специфика, новой эпохи. Вот ее надо создать. И тогда, значит, этот вот дух Шэнь, который, значит, и есть там дух истины, ижат отца исходящего, вот этого дух, дух истины, он и тогда и пробьет. Ну, и тогда, собственно, пробьет сверху вниз, естественно, откуда? С неба на землю, куда? В сердца людей, куда? В общество, и обеспечит эту власть, власть от неба, потому что власть, та, которая есть от земли, это, значит, законный союз с народом, а должен быть священный союз с народом. И этот священный союз с народом, он не обеспечивается все на выбор. Все на выбор, это законный союз. А священный союз обеспечивается, так сказать, в сердцах вот этими сакральными действиями. Ну, и тут китайцы, собственно говоря, знают, что только Восток одолевает центр ментально. Так оно и было всегда. И, значит, новый Китай, имеется в виду народный Китай, он, собственно говоря, поднялся. Откуда? Он поднялся, так сказать, приняв, значит, советскую систему. И, значит, дух красной идеи, значит, прививку духа красной идеи китайцам дал Сталин. И это было прям сразу после проголошения Китайской народной республики. Китайскую народную республику прогласили 1 октября, а, значит, Маун Цудун приехал в Москву в декабре, а уехал в феврале. 50-го года. Тут же и был подписан договор о дружбе. Тут вот, значит, и состоялся этот, так сказать, ну, как бы, так сказать, Сталин и Мау слушают нас, вот это вот, идут-идут народы под знамя свободы. Это все, так сказать, прививка духа красной идеи, она состоялась в Москве. Вот. Но у нас тоже не очень-то рассказывают, что Сталин и Мау ходили в Монзеле. Вот. Ну, как уж. Мало, сидел тут, ну, значит, с декабря по февраль, так сказать, и что? Ну, вот и этот самый Мавзолей, это же не просто так, это энергетическая машина, это же, понимаешь, закурат, это то, что связывает землю с небом, вот, это то, на что, собственно говоря, встают, так сказать, вожди, а народ, так сказать, проходя, значит, по Красной площади, вселяет энергию жизни в вождей, а вожди, значит, поднимают дух народа. Вот, что это было такое. Оно и сейчас сохраняется. Но выглядели Мавзолей там картонными декорациями, и все это, конечно, значит, пожухло, и нету этой, нету, нету, то есть, вот, шагистика есть, парад войск, да, значит, это ритуал же, значит, а демонстрации трудящихся, там, где народ должен был получить, так сказать, вот этот дух-то, дух победы, боевой дух, он вроде как есть, а, значит, значит, этого, вот, ликования, восторга народа, его нет. Почему? Потому что вместо демонстрации трудящихся, идет, так сказать, марш мертвых, значит, это вот, значит, жертвы пали в борьбу, рукаву, значит, вместо поднятия духа, идет, так сказать, этот дух, так сказать, идет в вечную память, да, и, ну, хороший мероприятие, конечно, замечательный, только оно не поднимает, не выдушевляет, не поднимает дух, а наоборот, опускает, вот, смирение, терпение, кротость, и память о павших, и вот это, значит, может быть, кто-то ощущает, вот, что это же специально сделано, и все это объяснено, народу, ну, как же, вот, понимаешь, ну, значит, память о погибших, у всех там, значит, в семьях там, значит, кто-то там воевал, значит, сейчас уже там уже в дедушках надо искать, значит, а потом и вообще никого не останется, уже там по возрасту все, так сказать, уже эти участники-то уже по возрасту все уходят, вот, в мир иной, ну, вот, и поэтому китайцы, китайцы пока что сделали упор на боевой дух, а, значит, дух истины пока что остается, так сказать, без прививки, и в этой части у русского православия есть перспектива, и китайцы искали эту перспективу, предлагая, так сказать, создать у себя монастырь, православный монастырь, как место присутствия благодати, восточного правильного учения, ну, не вот этот Рим, Москва-Третьей Рим, а то, того, значит, православия от Андрея, которое было до Роскова, более того, Си Цзиньпин принял от Путина, значит, орден Андрея Первозванного, ну, как это, коммунистический лидер, может принять на себя, на себя, значит, символ, какого-то святого, ну, этот Андрей Первозванный, это в мастерии, это братство, это красный цвет, вот, что это такое, поэтому он ее и принял, вот, хотя, значит, там были разные, там, толки и прочие вещи, значит, что не дюжин, не хорошо, это императору, так сказать, принимать, от инославных, так сказать, инородных иерархий, там, какие-то символику такую, да еще на шею вешать, вот, но, тем не менее, он это принял именно поэтому, поскольку это братство, и цвет красный, поэтому перспективы светлые, путь извилист, уж как, так сказать, вырулит, небесный канцелярис знает, но, должен сказать, что, сначала у нас должны произойти некоторые перемены, и эти перемены, они, собственно говоря, обязательно произойдут в результате победного завершения специальной операции, вот, ну, а дальше, собственно говоря, можно и будет строить эту линию, про которую неополитик все время говорит, это Китай, это старший брат, покровитель, а Русь святая, это Россия, женская душа, вот, а это старшая сестра, она ставится, она ставится в чем? Она ставится именно в этом, так сказать, понимании мира невидимого, который можно черпать, так сказать, из, значит, из политического богословия, которое и есть в нем политика, а это богословие надо брать из дороскольного православия.